Всем привет! У меня такое впечатление, что мы с вами уже очень давно не виделись, потому что вот в таком вот формате, как бы напрямую с вами, я уже очень давно не разговаривала. Расскажите мне, как у вас дела, я по вам очень сильно скучала, и сегодня я, когда планировала, что, собственно, снимать, я решила, что мне немножко надоело уже снимать обзоры, макияжи, там, покупки и так далее, и тому подобное, и захотелось каких-то тем, наверное, более вечных, что ли. И все вы, наверное, в школе слышали эту глубоко раздражающую фразу, не зная своего прошлого, у вас нет будущего. И мне кажется, что к макияжу и косметике это, наверное, не совсем относится, но, тем не менее, мне кажется, иногда приятно вернуться в прошлое, посмотреть, как было тогда, с чего все начиналось. И, в общем-то, да, поэтому я сегодня хочу вам рассказать историю того, как появились тени. Тени для глаз, на самом деле, это мой лично самый любимый косметический продукт. Больше всего денег я, наверное, трачу как раз-таки на тени. Они меня больше всего вдохновляют. Всегда, когда я смотрю макияж, я не смотрю макияж, там, лица или губ, хотя сейчас макияж губ очень сильно в моде, но, тем не менее, всегда, когда я смотрю на какие-то макияжи, я вдохновляюсь сугубо, когда смотрю макияжи глаз. И, в общем-то, если вам сегодня интересно немножко истории послушать, то продолжайте смотреть. Наверняка вы не удивитесь, когда я скажу, что первые тени использовались еще в Древнем Египте. Все вы, наверное, знаете, как изображаются Клеопатра, Нефертити, Рамзес. В общем-то, у них очень четкая такая подводка глаз, и это считается первыми вообще тенями, первой косметикой, которая была изобретена. Принято считать, что у этих теней был очень простой состав, это был лишь древесный уголь, но на самом деле состав этих теней был крайне сложный. В состав входило точное сочетание из молотой судьбы, ахры, окиси, меди, свинца, женного миндаля, малахита, пепла и кремно-кислой меди. Вот такой вот сложный был состав. И на самом деле компоненты такие не просто там бум-бум-бум наколопуцал и намазал себе на глаза. Египтяне в целом были очень развитым народом, поэтому просто так они ничего не делали. И наносилось это все специальными палочками, хранилось тоже в очень таких интересных упаковках. В музее до сих пор есть, сохранились, как бы были найдены посуды, в которой хранились тени и другая косметика, которую они использовали. Если будете в Каире, то обязательно заходите в музей, там это все есть, вы сможете на это посмотреть. И что самое интересное, так это то, что глаза подводились не сугубо для того, чтобы сделать взгляд выразительным или более красивым. Считалось, что когда женщина или мужчина делает обводку всего глаза, это защищает от глаза, от дурных каких-то мыслей, от дурных пожеланий и так далее и тому подобное. Также тени из судьбы использовались в медицинских целях, так как египтяне верили, что она способна вылечить от каких-то глазных инфекций, и даже вернуть зрение. Последнее это, конечно, немножко такой мифический факт, мне кажется, но тем не менее так они верили. Поэтому, собственно, глаза подводила не только самая высшая каста, но, в принципе, обычный народ, как женщины, так и мужчины, как дети, в общем-то, абсолютно все были с вот такими вот подводками глаз. После того, как тени попали в Рим и Грецию, они потеряли свой мифический такой характер, свой медицинский характер, и уже использовались сугубо для того, чтобы сделать женщин более привлекательными. Косметика для римлян и греков была крайне недоступна, поэтому ей пользовались только самые-самые сливки общества, те, кто могли себе ее позволить купить. Позже они уже научились делать свою косметику, она стала уже доступна для всех. Свою косметику, собственно, тени они производили из измельченных трав, цветов, каких-то минералов, камней, и закрашивали это все естественными красителями, которые они извлекали из растительного и животного сырья. Далее история макияжа развивалась крайне трагично. В середине века церковь запретила любой вид макияжа, и женщинам все равно хотелось как-то выделяться, что-то использовать для того, чтобы глаза были ярче. В это время было модно использовать сок белодонны, который они закапывали в глаза. Это придавало очень сильный, яркий такой белоснежный блеск глазам, но в то же время, возможно, вы знаете, возможно, нет, белодонна это ядовитое растение, и оно ухудшало зрение со временем, и также человек мог вообще ослепнуть от него, поэтому, конечно, косметическое такое средство очень под вопросом. В 19 веке королева Виктория объявила макияж уделом каких-то легкомысленных актрис и проституток. Она назвала это грязной и какой-то отвратительной привычкой, поэтому, опять-таки, это было абсолютно не модно. И в начале 20 века Адольф Китлер также пропагандировал естественную красоту без намека какого бы то ни было макияжа. Но все эти запреты все-таки не останавливали людей. Женщины все равно хотели пользоваться тем, что делали более красивыми, более ухоженными, и, собственно, поэтому косметика сейчас очень сильно распространена. Появлением теней, таких, как мы их знаем сейчас, мы обязаны Максу Фактору. Он первый их придумал именно такими, какими мы их видим сейчас, то есть сухими прессованными тенями. Кстати, он также был первым человеком, который советовал подбирать тени под цветотип. Он первым начал учитывать цвет волос, цвет глаз, цвет кожи и все вот эти аспекты. И подбирал, когда делал макияж, он подбирал оттенки, которые не просто выглядели ярко, а которые действительно подходили и делали женщину более красивой. Эту тенденцию подхватили Элизабет Арлен и Хелена Ропенштейн, и они первыми сделали своего рода тренд на какие-то определенные оттенки. То есть они в одно время сделали, например, синие тени очень сильно модными, все хотели красить глаза сугубо синими тенями, далее там какие-то другие уже оттенки были. И, в общем-то, они были первыми, кто действительно сделал такую моду. И до сих пор это осталось. Каждый сезон мы видим какие-то изменения. В этом сезоне модно это, в новом сезоне модно будет уже что-то совершенно другое. Конечно, есть такое понятие, как классика, но такое вот понятие, как тренд именно в макияже, действительно первыми в этой сфере были Хелена Ропенштейн и Элизабет Арлен. Это, в принципе, все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Это такой был небольшой экскурс. Если у вас остались какие-то вопросы, если я о чем-то забыла, может, о интересном рассказать, и вам есть что дополнить, напишите внизу. Я думаю, другим тоже будет интересно почитать. И, да, в общем-то, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!